Без Христа нет жизни. Иисус говорит, что я лоза, а вы ветви. Здесь очень легко показано, что веточка сама по себе, она просто, если вот так вот взять ее и выкинуть, она просто засохнет. Сколько дней пройдет, пока она засохнет? Ни сразу, ни сию секунду. Она еще чуть полежит, она еще будет как бы вроде бы свежая, она еще будет вроде бы нормальная. А потом уже она будет такая сухая-сухая. И потом я возьму эту ветку, и такое полное ведро воды, и там ее помочу, помочу, хорошо, так она будет вся мокрая. И потом скажу, ну а теперь живи. Как ты ее не мочи? На какую конференцию ее не веди? Вы расстроились? Да-да-да, вот это здесь нужно записать. На какую конференцию ее не веди? Куда ее не мочи? Называй ревайвл, каким хочешь ревайвлом ее называть, Ревайвай. Три раза ревайвл, пробуждение написано вот на каждом листочке. Если она не пребывает на лазе, все. Засохнет. Засохнет. Сто процентов засохнет. Без Христа нет жизни. Нет жизни. Часто у нас слишком поверхностная, религиозная жизнь, друзья. Написано, Иоанна 15,6. Кто не пребудет во мне, засохнет. И это еще не все. Дальше страшное. Такие ветви собирают и бросают в огонь. Как хочется быстро сказать, меняйте слайд. Это не про нас. Но написано. Засохнет и бросают их в огонь. Жизнь веточки полностью, полностью зависит от лозы. От ствола, от корня. От Иисуса Христа. От наших отношений со Святым Духом. Духовность невозможна без постоянной связи. Невозможно. Друзья, весь сок от корня, от дерева течет в эти ветви, которые только прикреплены к лозе. Кто не прикреплен, кто летает и по воскресеньям запрыгивает на это дерево, вы же понимаете, что это уже искусственная веточка. Вы же все понимаете, да? Это уже искусственная, это уже фальшивая, это уже не настоящее. Тут жизни нету. Тут есть только цвет и как бы, ну, внешность. Жизни нету, жизни нету без Иисуса Христа, без этих личных отношений. Вот почему сок течет только в то, что имеет постоянную связь. А что представляет нам, друзья, сок? Сок – это свежесть. Сок – это обновление. Вот почему нам важно об этом принципе помнить. Часто христиане, люди, они приходят в церковь или пребывают в Боге, как будто бы они на лозе в гостях. They are a guest. Вот бывает, ты на лозе пребываешь, а бывает, ты просто гость. Вот ты приехал на конференцию, на служение, ты там побыл в воскресенье, а потом ты в понедельник себе живешь, ты там своими делами занимаешься, крутишься, вертисься, но ты не живешь. Ты гость. Ты просто там гость. И многие, друзья, ожидают чудо от Бога, от конференции. Главное – выбрать хорошего спикера. Главное – сходить в церковь. Главное – воскресенье. Главное – иметь дома Библию. Но, друзья, вы знаете, как дети бывают, играют, и они могут к этой лозе привязать какой-то, ну, допустим, привяжут микрофон и скажут, вот это веточка, вот этот микрофон – это веточка. Мы скажем, да ну ты что, это же микрофон, это же не веточка, это же металл, а тут дерево. Как оно может вместе соединяться? Но мы понимаем, что это дети. И для игры сойдет. Правда? Это же просто игра. Вот так бывают и христиане. Приходит в церковь, как будто металлическая палка. Пришла и как бы говорит, я на лозе. Мы говорим, да ну ты что, брось, ну перестань себя обманывать. Зачем ты себя обманываешь? Ты пришел, потому что там друзья, казаны, там будет какое-то шоу, может быть, какую-то девчонку найду, может быть, еще там какое-то будет событие интересное. А что дома сидеть? Как бы, но ведь это же игра. Для игры сойдет, а для настоящего христианства нет. Вот почему важно пребывать, друзья. Очень-очень важный принцип, который оставил нам Иисус Христос. Но ни о каком плоде не может идти речи. Мы все говорим, мечтаем, я хочу плод в своей жизни, хотим плод в нашей жизни. Иисус призывает нас быть плодоносными. Лоза должна, ее цель, предназначение, приносить плод. Но если ты не пребываешь на лозе, ни о каком плоде мечтать нельзя. Даже конференция не поможет. Нужно пребывать каждый день на этой лозе. Да, эти все служения, конференции, это хорошо, это толчок, это тебя направляет, вдохновляет, показывает, как нужно двигаться. Но дальше зависит это все от тебя.